Ну давайте начнем. Значит, я из команды генеративных моделей Яндекса, занимаюсь там всякими исследованиями, экспериментами, проверкой гипотез, ну и учу, собственно, нашу большую модель продуктовую. Вообще команда достаточно большая, уже там в чатике 30 с лишним человек, непосредственно разработкой где-то 20 занимается. Ну и кроме, соответственно, обучения модели мы еще занимаемся всякими применениями. Например, это может быть продуктовое применение, персонализация моделей, как, например, пользователь может захотеть взять несколько картинок, и мы хотим, ну, инвертировать их в какой-то концепт, и чтобы пользователь мог генерировать по этому концепту. Также мы там применяем reinforcement learning, чтобы улучшить модель на основе фидбэка, ну и всякие такого рода применения. Но, понятно, многое из этого завязано на качество основной модели, которая требует там тысячи часов компьютера для обучения. И, соответственно, мы тратим много сил, ну, вычислений, экспериментов, всего такого, чтобы наша основная модель была как можно лучше. Вот, я расскажу немного, какие мы шаги проходили, чтобы вот прийти к текущей модели, какие там косяки могут в процессе произойти. Ну и какие-то инсайты, что там из текущих state of the art результатов хорошо работает, что не очень, как там можно себе в ногу выстрелить, все такое. Вот. План такой будет, но сначала мотивация, почему мы вообще заняли, занялись, соответственно, обучением генеративных моделей. Кратенькая история, как у нас развивалась это там за прошедший год. Потом, какие модели мы используем, соответственно, отличия между латентной моделью, каскадной, почему мы каскадную используем. Потом, как мы подходим к сбору данных, фильтрации данных, датасет, как мы собираем. Соответственно, потом важный пункт, какие мы замеры устроили, чтобы валидировать, что там эксперименты привели к каким-то результатам значимым. Кратенько, как устроен протокол экспериментов. И потом про продуктовые вещи, вот про шедеврум и прочие применения, которые вот уже начали зарождаться. Вот. Ну, мотивация тут резонная, что вот примерно год назад вышла модель DALI-2, которую многие видели. Скорее всего, они показали, что если у нас технология уже на таком уровне, что мы можем фотореалистичные картинки генерировать, если у нас достаточно данные хорошие, ну и там стандартная диффузионка. Более-менее мы можем ее выучить, ну, до генерации там суперкрасивых картинок. Вот. В то же время вообще диффузионные модели, ну, они не только появились, они уже развивались активно. И мы этим тоже занимались. Но в основном, ну, не обучили, не обучали свои, а просто применяли уже готовые для каких-то задач. Там, например, для сегментации или же там теоретический анализ какой-то проводили, как там внутри все устроено. Вот. Поэтому, соответственно, уже в этот момент мы достаточно хорошо разбирались в области. Вот. Ну и сразу стало понятно, что вот как только появилась эта модель, ну, там, десятки потенциальных применений мы можем себе вообразить, что, по сути, модель достаточно просто учить, и какие данные мы туда нальем, там она у нас и выучит. И нет уже никаких таких сложностей, как с ганами, когда там надо изощряться, чтобы ничего не взорвалось. А просто уже есть такой очень удобный фреймворк, где, ну, генеративные модели достаточно легко становится учить, применять и так далее. Вот. И тут, кроме того, что есть какие-то очевидные применения, вроде генерации красивых картинок чисто для веселья, можно вообразить и более полезные применения. Это, например, фичи там использовать для чего-нибудь, то есть не только генерировать, но еще вспомним, что это юнет, ну, обычно и у юнета есть там фичи внутри, и мы их там тоже можем использовать. И это там дает очень хорошее качество, если мы сегментацию, скажем, учим поверх фичей. Ну и, скажем, можем как там дата аугментации хотя бы делать, когда, если, допустим, беспилотник какой-то тренируется в каких-то одних условиях, там летом ездит, мы можем с помощью модели нагенерировать синтетических данных, где там сгенерируем какие-нибудь фоны, там зимние или какие-нибудь нетривиальные. Вот. Ну и, конечно, там, например, баннеры рекламные, сразу понятно, что можно генерировать, и, по идее, уж явно они будут красивее, чем там отсутствие баннера. Вот. Ну и понятно, что, скорее всего, обучение таких больших моделей, это связано с какими-то сложностями, то есть, ну, как обычно в ML бывает, и что, если хочется потом уже уметь хорошо это генерировать, надо уже начинать и какую-то экспертизу вырабатывать, типа, ну, хотя бы там, как именно инфраструктурные какие-то проблемы решать. Вот. Ну, если кратенько историю проекта рассказать, то это все началось примерно вот в районе выхода Дали-2, то есть там рядом вышли Дали-2 и Моген от Гугла. Вот. Вот. Тогда же сразу стало понятно, что хочется уже в этом всем дело начинать тестировать, учить, все такое прочее. Вот. Первый эксперимент был вот этот с латентной моделью. Там был готовый код от, ну, от авторов stable diffusion вроде. И тогда же мы попробовали уже выучить свое что-то на данных. Данные тогда были интересны. Это был такой кликовый датасет, где картинки и, ну, текст, который пользователь в поиске вводил, чтобы эту картинку найти. И там получились вполне неплохие результаты на тот момент. Но там, конечно, была своя специфика, что, ну, вот, юзеры обычно ищут что-то там короткое, и там странные очень промты бывают. Вот. Поэтому модель, она вообще на длинные тексты не обобщалась, а с короткими нормально работала. Вот. То есть там средняя длина промта, там было типа три слова в датасете. И это, ну, натолкнуло на мысль, что, ну, такой датасет плохо подходит для обучения такой модели, чтобы она текст нормально понимала. Ну, и тогда же перешли на открытые датасеты. Тогда вот авторы, ну, stable diffusion еще не было, но вот latent diffusion они датасет Layon выложили. Ну, если сейчас на него смотреть, он там суперплохой, но тогда это единственное, что было. Вот. И эксперименты, они вот первые несколько месяцев на нем уже нормально гонялись. Вот. Ну, и уже там картинки стали вполне сносные получаться. Ну, и затем уже мы перешли полностью на свою, ну, на свой пайплайн сборки датасета. По сути, ну, вот есть, ну, я потом расскажу поподробнее, но вот с этого момента, ну, открытые датасеты, они там, ну, где-то там 5%, может быть, всего датасета составляют. Вот. Ну, и вот примерно с этого момента уже устаканился код более-менее, обучение модели, а начало меняться только, собственно, пайплайн сборки данных и замеров. Вот. Ну, вот тут немного про то, какую схему генерации мы выбрали. Вот. Ну, есть два подхода. Это латентная модель и каскадная. Латентная. Соответственно, у нас есть, ну, повторю, что у нас есть автоэнкодер, который, у которого есть там латентное пространство размерности, там, скажем, 64 на 64 на 3 или на 4. Ну, по сути, такого же размера, как лаурезная картинка. И можно в этом пространстве генерировать и потом просто декодировать и получать хайрез картинку. Есть альтернативный подход. Это вот использовать каскад моделей. Соответственно, у нас есть, допустим, три модели, ну, или вообще сколько угодно. Каждый из них сначала, ну, вернее, первый из них сначала генерит лаурез картинку, там 64 на 64. Потом мы ее абсэмплим на 256. Ну, и потом еще раз абсэмплим до 1024. Вот. Ну, тут можно все варьировать, конечно, можно там больше стадий брать, больше разных разрешений. Но у нас пока три, соответственно, как вот у тех, кто предложил этот подход. Там вдали два, в имагене, у них вот такие же схемы были. Ну, единственное, там менялись немножко архитектуры. Ну, тут еще можно сказать, что вот у нас только первые два этапа от текста зависят. Третий этап уже просто unconditional. Ну, потому что просто чисто по обучению мы по памяти не можем такие большие картинки, ну, с большим батчем гонять. 1024, 1024. И на кропах учимся, как обычно в суперрезе делают. И там текст уже очень мало влияет интуитивно. Ну, если мы кусочек картинки показываем, то текст там, казалось бы, не очень релевантен. Вот. Ну, какая мотивация, что вот вообще мы выбрали эту каскадную схему вместо латентной. Ну, во-первых, тогда вот мы ориентировались на Дали-2 и имаген, которые точно знаем, что они хорошо работают. Ну, от грамотных авторов. И там эта область каскадной диффузии была там уже нормально происследована. Вот. Ну, это, во-первых. Во-вторых, кажется, что вот эта схема такая более гибкая, что если мы выучили... Ну, во-первых, нам никто как бы не требует учить все стадии параллельно. Мы можем их все независимо учить. То есть там выучили генератор, скажем, на всем компьюте, потом мы доучили там первый супер-рес, параллельно можем учить там второй супер-рес. Вот. И все эти блоки между собой мы можем легко переставлять... Ну, не переставлять, в смысле заменять, и у нас все будет так же работать. Вот. Вот с VIA, ну, если у нас мы переучим VIA, ну, значит, получается, модель нам надо переучивать. Вот. Ну и дальше, соответственно, ну, VIA обычно, ну, там не так много параметров. По сути, это автоэнкодер. А когда у нас диффузионный супер-рес, ну, он просто по капасите как бы выше. Это там тоже мощный UNED, который еще, ну, всю эту мощь диффузии использует. То есть он и дегенерирует хорошо, и супер-ресит хорошо. Ну вот. Еще есть эффект интересный, что, ну, вот, второй, ну, по крайней мере, супер-ресит 256, он еще корректирует ошибки первой генерации. То есть, допустим, мы можем взять там поменьше шагов в сэмплере, и картинка будет как бы, ну, первая не очень красивая, но супер-ресит ее вытащит и сделает красивее. Просто за счет того, что у него тоже капасити высокая. Ну, и за счет этого мы расплачиваемся тем, что это медленнее, конечно. Вот. Ну, более того, на самом деле, ну, мне кажется, что это очень похожие подходы. Просто они там, ну, по-разному модели раскиданы. Вот. Ну, во-первых, латентные коды, это, они там очень похожи на лоурезные картинки, по сути. То есть, между ними там, например, л2 расстояние, оно там мало смысла имеет. Вот. То есть, по сути, мы тут имеем дело между двумя разными даунсэмплами и абсэмплами. Там в i у нас выученный даунсэмпл, выученный абсэмпл, а в диффузии у нас даунсэмпл фиксирован, это там интерполяция, там какая-нибудь интер-эрея. Вот. А абсэмпл у нас уже генеративный. Вот. Ну, так что, ну, похоже немного. Вот. Ну, и просто так же у команды компьютерного зрения вот был опыт с суперезом, что тоже помогает. Вот. Ну, вот такая мотивация. Вот такой слайд, ну, просто такой bird's eye view того, как код устроен, как разные блоки устроены, вот, что там, какие из них нам там кажутся хорошими. Вот. Вот. Ну, во-первых, это UNED. Вот там был вопрос тоже про UNED раньше, что, ну, вот UNED у нас стандартный. Вот есть эта статья знаменитая, где вот Diffusion Models Bit Gens on Image Synthesis. Там вот этот UNED предложили, ну, и он как бы, ну, хороший. То есть мы делали эксперименты разные архитектурные, ну, и пока там никаких, ну, значимых изменений не было по сравнению вот с этим, с бейзлайном. То есть это просто UNED, который, ну, в сегментации там используется. Ну, там очень много self-attention, ну, всяких attention блоков. Там cross-attention, self-attention и все такое. Вот. Ну, сама диффузия тоже, вот у нее есть параметр, по сути, вот этот, ну, скедуэль разошумления. Их в литературе тоже было несколько предложено. Там есть линейные, косинусные. Ну, по сути, они там все достаточно такие эвристические. То есть там авторы предлагают. И, ну, там у них в игрушечном эксперименте там, не знаю, фид, метрика какая-нибудь улучшается. Ну, вот на практике мы тестировали, и, ну, никакой особой разницы не было. То есть что там стандартный скедулер, что какой-то там новомоднейший. Они все там примерно одинаково работают. Вот, то есть у нас там самый базовый, который вот в первой статье, ну, где я упоминал уже статью, где ганы диффузионки превосходят. Вот. Ну, а дальше, собственно, это два таких основных ингредиента. Ну, еще есть при inference у нас мы сэмплируем картинки. Там тоже есть разные алгоритмы сэмплирования. Вот. Ну, и они все, вот самые последние, они все достаточно хорошо работают. То есть у нас код там совместим вполне. Там очень легко встраивать новые сэмплеры. Ну, и вот там самые последние, они там, грубо говоря, ну, там за вот даже 8 шагов диффузии уже хорошее качество получается. Вот. Ну, и опять же, вот я упоминал, что SuperRes первый он качество, ну, вытягивает немного. То есть можно первой стадии брать мало шагов, второй стадии побольше же. Ну, тоже мало, но она все прокорректирует относительно. Вот. Ну, а остальные блоки, ну, вот, например, во время обучения там тоже есть всякие вариации в литературе. Вот мы подаем на вход юнету зашумленную картинку, и она должна там шум предсказать в стандартной схеме. Ну, есть там всякие вариации, она может не шум предсказывать, а еще что-нибудь, какую-нибудь линейную комбинацию, там, картинки входной и шума. Вот. Но это все тоже на практике оказалось хуже, чем, ну, просто стандартное вот это предсказание шума, поэтому мы там сильно не двигаемся в сторону от вот этого алгоритма. Ну, а дальше там самописный трейнер есть, чтобы он просто был совместим с инфраструктурой. Ну, и на инференсе у нас есть вот эта каскадная модель, то есть просто у нас есть стандартные промпты, негатив промпты, ну, как у популярных диффузионок, но только у нас несколько стадий. То есть там текстовая модель промпт кодирует, и дальше оно поочередно просто применяется последовательно, и на выходе хайрес-картинка. Да, ну, вот тут хотелось некие инсайты сказать. Ну, вот что касается моделей, какие-то выводы, ну, во-первых, ну, обучать, ну, короче, это самая надежная, наверное, часть вообще всего, ну, пайплайна, что есть стандартный юнет, стандартная диффузия, они все очень, ну, надежные. То есть можно просто брать вот этот один сетап и учить с любым там learning rate в пределе там адекватным, и на любом датасете всегда будет получаться сносно. То есть какого-то тюнинга специальное по датасет не требуется. Вот. Еще есть ключевой такой момент. Это текстовый энкодер, который используется, чтобы, ну, промпты закодировать. Вот. Мы используем тяжелый энкодер T5 XXL там в 3 миллиарда параметров. Вот. Не клиповые там легкие, а вот тяжелый трехмиллиардный энкодер, как вот в Магене предлагали. Вот мы с ним так и живем. Ну, в последнее время обновили, вот там вышла более новая T5 XXL Flan версия. Она во всем лучше, и у нас тоже с ней получше получалось. Вот мы на нее перешли. Ну, и по масштабу это, ну, там, несколько сотен GPU на несколько недель обучения. Вот. Какие тут вот, ну, все же можно словить какие-то проблемы. Они в основном связаны с незаметными багами, которые могут быть, вот, ну, в диффузии там не было. Но вот, например, мы использовали Flash Attention, который там супер прям attention ускоряет. То есть там модель ускорилась очень значительно. Но вот первая версия, которая вышла, она была багованная. К сожалению, там на всех воркерах, кроме нулевого, attention 0 был просто. И, в общем, вся модель от этого испортилась, конечно, очень сильно. Был также баг в текстом энкодере. Он в FP16 некорректно работал. Так что такие штуки надо, ну, проверять, если как-то меняется энкодер. Там либо какая-то новая зависимость прилагается. Это все хорошо валидировать. Ну, вот, переходим вообще к основному аспекту, который, ну, супер влияет на качество, на которое мы больше всего смотрим. Это данные. Ну, тут логично, что как бы дата, как бы тут король. Вот, и если мы, ну, модель как бы накормим хорошими данными, но она и будет нам хорошо генерировать. Но сама задача вот эта достаточно сложная, как нам отобрать датасет. Как мы к этому подходим? Ну, у нас есть база, ну, как бы дамп интернета, грубо говоря. Ну, там практически триллион пар картинка-текст спаршина. Ну, там под 800 миллиардов. Вот. И нам хочется отфильтровать этот, ну, уже датасет и выбрать из него, ну, какое-то умеренное количество. Там в 300-400 миллионов пар максимум. Вот. И большинство этих пар – это там лютый трэш, там тексты ужасные, картинки ужасные. Вот. И надо это все выфильтровать. Вот. При том, что вот мы хотим как бы данные получше, но до конца как бы, ну, непонятно, что это значит. Потому что, ну, без каких-то глубоких экспериментов. Допустим, мы там можем побольше данных взять, но при этом у нас они будут чуть-чуть хуже. И, ну, может быть, модель тогда будет лучше обобщаться. Там при фантюне это там тоже до конца непонятно. Вот. Ну, данные у нас. Тут модель текст-картинка, то есть есть картинки и тексты. Ну, с картинок. Вот давайте с картинок начнем. Вот тут какие-то примеры есть. Ну, вот. Если мы посмотрим на картинку, у нее может быть несколько аспектов, по которым ее может хотеться нам в датасет добавить. Это, во-первых, ну, самая очевидная – это эстетичность. То есть нам не хотелось бы, понятно, какие-то, ну, некрасивые совершенно картинки. Там, ну, тут нет примеров, но там легко представить, что в интернете там тон всяких ужасных картинок. Вот. Есть image quality. Независимо от эстетичности, нам просто нужны четкие high-res картинки без каких-то там блуров, не артистичных, а просто там артефактов каких-то. Вот. Ну, есть отдельный нюанс, что когда мы супер-рес учим, нам тоже там нужны данные почище. Не хотелось бы каких-то JPEG-артефактов, там, искусственных апсэмплов и всего такого. К этому тоже надо отдельно подходить. Вот. Ну, по сути, нам надо вот эту огромную коллекцию картинок отфильтровать и оставить там самые лучшие. Вот. Для этого у нас там пачка классификаторов есть, но, по сути, это несколько классификаторов эстетичности, которые на опенсорсных датасетах выучены. По ним мы фильтруем пороги, фильтрации, они пока, ну, так, на глаз достаточно выбраны. Просто смотрим, смотрим, сколько остается, смотрим, сколько в этом остатке нам не нравится. Вот. Ну, и смотрим, в какой момент там какой-то перелом происходит. Ну, и так порог подбираем. Ну, есть еще более такие, ну, аспекты, которые непонятно, хотим мы или нет. Ну, вот, допустим, там наверху пример. Это вот картинки с такими скучными фонами. То есть это какой-нибудь объект, ну, там, на белом фоне. И, казалось бы, картинка нормальная, но, наверное, нам таки не очень хочется, потому что, ну, модель тогда выучится так скучно генерировать. Вот. Никаких-то интересных фонов она не будет генерировать. Вот. В итоге мы такие тоже решили выкидывать. Вот. Но это не очевидно. Может быть, там из-за этого модель потеряла какие-то навыки. Вот. Ну, и вот тут внизу график воронки, как это все просеивается. То есть самые первые фильтры, там, где-то 2 миллиарда картинок проходят. Это там, ну, прям совсем-совсем трэш выфильтровать. Вот. И потом там где-то 5% от этого просеивается. Вот. Если такие же фильтры, там, Clion Esthetics применить, на котором там Stable Diffusion учился, из него там, ну, 20 миллионов остается из 200. Вот. То есть такие фильтры достаточно суровые. И без большой базы картинок там сложно набрать приемлемое количество. Вот. Ну, тут какие-то примеры просто, вот, как разные классификаторы ранжируют картинки. То есть там вот два классификатора эстетичности. Там, ну, один это ADB. Там, наверное, некоторые знают датасет. Вот. Но у него нюанс есть, что он природу очень любит. Вот. И, возможно, там по нему были не очень хорошие фильтры. Но он прям вот у него в топе. Если посмотреть, это там птички всякие, природа, все такое. Вот. Есть еще один эстетический классификатор, но он уже нормальный. Он там, ну, всякий красивый арт там в топ ставит. Есть классификатор вот за Image Quality. Ну, видно, там картинки не очень эстетичные, но они такие хайрезные, безартефактные. Вот. Но от эстетики это независимо. Еще есть интересный Image Complexity. Это просто, ну, классификатор, насколько картинка насыщена деталями всякими. Вот. Там, например, вот какие-нибудь часы на белом фоне у него там мало деталей, а вот там такие накрученные очень картиночки. Там вот они суперкомплексные. Мы по ним не фильтруем, но модель кондишеним вот на этот классификатор. То есть при обучении подаем на вход в модель вот эта чиселка, значение Image Complexity, чтобы могли при инференсе варьировать, насколько нам хочется, как бы, комплексную генерацию. Вот. Ну, это то, что картинок касалось. Теперь то, что текстов касается. Ну, вот с текстами все там намного хуже. Там, ну, просто это, ну, автоматически кроулится как-то подписи к картинкам. И что оно там, как бы, спарсило, это там рандом совершенный. То есть там, если как-то самому не писать эти парсеры, там, ну, в среднем качество не очень высокое. Вот. И как их фильтровать тоже не очень понятно. Ну, был такой бинарный классификатор у нас просто между рандомным текстом и текстом, который prompt там из базы там prompt of stable diffusion и co-code датасета. Вот. Ну, и мы им пробовали фильтровать, но как будто можно этого не делать. Вот, потому что есть следующий этап, когда мы уже хотим картинки и тексты, чтобы были похожие. Ну, очевидно, что нам хочется уже учить на выровненных парах. Здесь кажется, что можем вообще забить на качество текста и просто надеяться, что этот классификатор у нас как-то уже вырулит и сделает похожие картинки. Ну, тексты отфильтруют хорошие. Вот. Ну, тут мы используем несколько там open-source моделей. Там open clip, clip от open.ai, модель какую-то внутреннюю для E2T поиска по картинкам. Вот. Ну, и все это там ансамблируем. Вот. Ну, также вот сейчас есть идея делать следующую штуку, что у нас вот есть языковая модель внутренняя мощная. И в текстах при картинках часто много шума нерелевантного картинки. Типа там, ну, какие-нибудь там хэштеги и все такое. Вот. Просто да, обучить языковую модель, чтобы она нам из промпта это все выкидывала. То есть просто делаем там подводку, там оставь из текста там самые, ну, относящиеся к картинке и просто надо обучить вот это на, ну, на этот таск языковую модель. Вот. Это как бы тоже вот в процессе. Вот. Ну, и финальное, что можно сказать, что модель, ну, она прям очень хорошо выучивает, если в данных какие-то артефакты попадаются. То есть если, например, случайно в модель в данные попали там ватермарки, какие-то PNG-шные чекерборды могли попасть, вот, или что-то в таком духе, вот, она это запросто выучит и просто испортит сильно очень генерацию. Вот. Пока что такое два раза было, и мы для этого свои кастомные классификаторы выучили, чтобы отфильтровать. Вот. Ну, а так модель, кажется, она как будто так ленится немного. Если есть способ сгенерить какую-то блурную картинку или там часть картинки нарисовать там какую-нибудь ватермарку, она это будет там с радостью делать. Ну, и вот, чтобы все это шатать, все эти миллиарды картинок там реально очень по ресурсам требовательно. Вот. Ну, то есть что тут могло не так пойти, это там и оставить много картинок низкого разрешения, тогда модель будет блурно генерить, оставить много там некрасивых картинок будет некрасиво, заблуренных. Просто генерации блурные сразу становятся. Можно там mismatch интерполяции сделать, типа учим там генерировать 64 на 64 там в одном интерполяции, там кубик, а 256 в какой-нибудь другой случайно. И тогда все сразу сломается тоже. Вот. Ну, и была такая интересная проблема, что мы использовали кубическую интерполяцию. Она, в общем, к жутким артефактам приводит. Надо inter-area делать, вот, best practice. Ну, и такой тоже важный аспект, как мы качество меряем, потому что очень много экспериментов проводим, и нужно, чтобы выводы были какие-то такие надежные. Вот тут есть стандартная метрика, это fit clip. Мы ей не очень доверяем, потому что она мало выровнена с эстетическим качеством картинок. То есть модель, она датасет как бы хорошо учит, вот, а если датасет там получился плохой, ну, как бы, она по распределению будет похожа, но генерировать может совершенно некрасиво. Ну, то есть просто на глаз это там нечасто коррелирует эстетичность вот с фидом, клипом и так далее. Для этого мы используем только вот human evaluation, для примера, для принятия решений каких-то, вот, для этого есть такие всякие подробные инструкции для асессоров. То есть мы показываем пару картинок с генерированных там двумя разными моделями, ну и просим их оценить по нескольким аспектам. Это там дефектность, что нет каких-то мега артефактов, что там релевантная картинка для текста, ну, что она соответствует тому, что там мы попросили в промте, и что, ну, картинка, однако, ну, эстетичнее другой. То есть и все это вот замешивается, и получается некий вот, ну, результат, насколько одна модель превосходит другую. Вот, ну и на основе этого, если там результаты стозначимы, мы уже какие-то выводы делаем. Вот, ну, то есть вот этому мы очень много усилий посвятили, чтобы вот сделать и инструкции грамотные, и датасеты собрать хорошие, ну, имеется в виду датасеты промптов, на которых мы это замеряем, чтобы там и цвета были, и там, и числительные, и разные какие-то сложные концепты, там, в общем, чтобы модель помучить немножко. Вот, ну, и финальная ремарка, это вот как мы экспериментам вообще подходим, что у нас сейчас подход, это, ну, методично как бы проверять всякие изменения, там, в сборе датасета или в модели, и замерять их вот с помощью человеческой разметки. Вот, ну, тут вопрос, типа, вот, как нам поставить эксперимент, чтобы он был статозначимый и показательный, поскольку основное обучение занимает, там, несколько тысяч ГПУ часов и, ну, несколько недель, то мы так, ну, много не проверим. Для этого хотелось бы какие-то иметь мелкие сетапы экспериментов, но чтобы по ним какие-то выводы мы могли делать осознанные. Вот, вот этот вопрос, он из области scaling loss, так называемый, происходит. То есть, как нам финальное качество оценить по тому, сколько мы компьютер потратили, какой у нас размер модели, какой размер датасета и так далее. То есть, допустим, могут быть варианты, мы хотим мелкую модель учить на подольше или большую модель, может быть, обучить там на весь компьютер, но на несколько дней. Вот, ну, и непонятно, что из этого лучше. Вот, ну, вот мы проверили такие достаточно масштабные эксперименты с кучей переборов разных там capacity моделей, batch size, learning rate, всего такого. Ну, вот, и как будто пока что кажется, что выгоднее всего брать самую большую модель на самом большом датасете и учить ее, ну, может быть, ну, не так много шагов, но вот именно в таком максимальном сетапе, вот, тогда картинки уже будут, ну, нормально рисоваться, люди их смогут там адекватно разметить, вот, и это позволит выводы делать. Ну, вот, и хотел бы еще пару слов про применение сказать. Ну, вот, основное, которое на виду, это у нас шедеврум, такая социальная сеть с нейрокартинками, получается, там была такая история, что вот мы учили наши модели, вот, ну, где-то осенью, зимой это произошло, вот, к нам пришли ребята из, ну, мобильного приложения, ну, и предложили сделать вот поверх модели такой вот, ну, как инстаграм для нейронных картиночек, где вот пользователи смогут прикоснуться к технологии, вот, ставить лайки, генерировать картинки, ну, в общем, чтобы такой был для пользователя как бы доступ к технологии легкий. Ну, и там, соответственно, с нас это было написать бэкэнд, но для генерации там ничего достаточно хитрого, просто там стандартный вот этот торч серф бэкэнд, где можно картиночки инферить, вот, ну, и это разбито на две стадии, типа первые две генерятся сразу, и потом уже в оффлайне картин капске, это 1024-1024, вот. Вот. Ну, и вот недавно мы, самые последние наши изменения, то, что было в обучении модели, ну, все это смерджили, всякие взяли хороший текстовый энкодер, добучили SuperS, добучили на очень хороших данных чистых, но это сильно повысило качество против, там, первой версии модели зимней, вот, там, ну, прям радикальный скачок произошел. Вот. Ну, и вот из таких применений, которые уже более такие для бизнеса, как бы, это генерировать нейробаннеры, ну, и не только, например, на маркете, если есть какие-то товары, мы могли бы со скучными фонами такими белыми, мы могли бы для них генерировать красивые фоны с помощью разных алгоритмов диффузионных, ну, там, просто по статистике, что у там, у огромного количества таких товаров фон скучный, и, ну, соответственно, это, ну, скорее всего, понижает привлекательность, как бы, товара, вот. Ну, и хочется с помощью вот диффузионки, которая хорошо умеет, ну, дорисовывать, аутпейнтинг делать, потом эти концепты мы можем другими хитрыми алгоритмами в модели инвертировать, ну, и генерить, соответственно, уже какие-то интересные им бэкграунды, ну, и, может быть, даже, вон, что-то там, типа, ну, то, что, как бы, в самом товаре там нету, ну, там, свет у лампочки, там, всякие такие штуки, ну, это сильно отличается вот от того, что просто поместить картинку на фон, потому что диффузионка, она там все это грамотно фьюзит, там появляются тени, освещение, отражение, вот, это очень симпатично выглядит, вот тут какие-то примеры, там, вот, например, там просто в этом эксперименте на вход был набор, там, фоток чашечки с разных сторон, это все инвертируется, и потом диффузионка может и гнировать с разных ракурсов, с разными фонами, вот, получается достаточно симпатично. Ну, тут также есть, ну, свои проблемы, это там галлюцинирование каких-то деталей, то есть когда у нас там какие-то мелкие детали очень на объекте, они там все могут съехать, вот, могут там дорисовываться какие-то детали, которые, в принципе, там у чашечек бывают, там, носик или там цвета могут как-то размазываться, вот, поэтому прям вот так это применить пока не получается, вот вместо этого другим путем немножко пошли, это аутпейнтингом, то есть если есть вот какой-то такой маркетный товар, мы сегментационной сеточкой находим там объект, вырезаем его, и, соответственно, дорисовываем вот маской, ну, по маске просто аутпейнтинг делаем, вот, там получается органический фон достаточно, ну, и потом просто объект накладываем сверху, вот, и получается такая цельная картинка, где детали там все сохранены, вот, ну, и во внутренних замерах это повышает, там, привлекательность баннеров заметно, вот, ну, и последний слайд, это планы, вот, что мы хотели сейчас в первую очередь изменить, это, во-первых, все вот эти руками выбранные пороги для фильтрации сделать, это data-driven, то есть у нас собирается активно аналитиками всякие датасеты, где просто разметка, допустим, насколько текст там с картинкой выровненная, эстетичности всего такого, и заменить просто, ну, типа, выбор глазами, грубо говоря, там на какое-то уже осознанное решение просто по каким-то метрикам, вот, применять human feedback, чтобы там RL зафайн-тюнить, например, модель, вот, ну, например, рейтинги вот в шедеврами можно для этого использовать, вот, вот, и кроме вот этих наших, в тех наших замерах еще добавить исследование полноты, то есть насколько модель знакома с разными концептами, там, например, ну, там, чебурашек, насколько она хорошо знает, или там какие-то хитрые брать концепты из языка и смотреть, насколько они в нашей модели отражены, вот, это, в принципе, тоже может влиять на качество генерации, ну, и просто взять побольше модель, посмотреть, что будет, вот, все. Наверное, вот, отлично. Начнем с парочки вопросов с онлайна. Используете ли толоку для разметки или доразметки? Да, сейчас мы вот генерируем, ну, учимся пока что понимать, что такое хороший текст, во-первых, то есть какого рода нам тексты нужны, вот, и хотим, ну, руками размечать самые эстетические картинки с помощью, ну, с помощью толокеров, вот. Еще вопрос. Текстовое описание картинок используете только русский и английский язык? Планируете ли поддержку других языков? Вот сейчас у нас вообще только английский, и вот с русским он очень с переводчиком работает. И сейчас есть вот параллельно также эксперименты со смешанным русско-английским датасетом, но там проблема, что нет таких мощных текстовых энкодеров, как T5XXL. И вот мы пробуем с другими вот такими смешанными. Хорошо. Напомню, вопрос из зала лучше получает маленький ей подарок. А мы начинаем вопросы из зала. Можешь просто рассказать, как вы дебажитесь? Вот, допустим, вы узнаете, что по запросу мужчины в очках вы выдаете мужчинам без очков. Что вы будете делать в таком случае? Вопрос хороший. Наверное, мы тогда происследуем, сколько у нас вообще в датасете мужчин в очках. Ну, это вот относится к полноте, наверное. Ну, то есть насколько у нас там в датасете и в модели представлены разные концепты. Вот сейчас мы только начинаем в эту сторону копать. И, ну, я бы сказал, наш текущий анализ – это вот взять какие-то, например, кластера, покластеризовать датасет, посмотреть, сколько там в каждом кластере у нас данных, по сути. Еще вопросы из зала? Добрый день. Почему вы используете именно T5 на 3 миллиарда параметров, а не как, допустим, у Google на 11? Нет, он просто, это, он на 11, просто там есть энкодер и декодер. А, все, вы сами декодер 3 и B имели в виду, да? А, все, понял. Хорошо, еще вопросы из зала. Привет, спасибо за доклад. Подскажи, пожалуйста, планируется ли в шедеврами добавление функционала такого, который позволит менять расширение? Например, генерировать картинки 3 на 2, 9 на 16 и что-то подобное. Спасибо. Да, думаю, планируем. Но это достаточно легко с технической точки зрения, но надо это вот, чтобы запром, ну, уже реализовали в приложении, как бы. Но, думаю, это будет рано или поздно. Привет, спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что планируется валидировать промт через языковую модель. А можешь сказать об этом поподробнее? Как через картинку туда передавать и валидировать, что часть промт относится действительно к картинке? Да, тут картинка не используется. Тут просто, ну, мы собираем разметку толокерами, что вот вам промт, ну, текст какой-то, выкинете из него часть, которая не относится, как бы, к картинке, ну, гипотетически. То есть, картинка для этого не используется. То есть, иногда там промт, может быть, вообще нерелевантный, ну, у него нет никакого такого visual у нас. Тогда его полностью выкидывает. Вот. А иначе просто там выкидываются вот куски, которые, ну, чисто гипотетически не относятся к картинке. Вот. Собирается такая разметка, ну, и фантюнится вот LM-ка под такую задачу. Да, давайте, важно. Да, у меня один короткий вопрос, скорее всего, кивка твоего достаточно будет, потому что ты дальше раскрыл. Про полноту представления из разных сфер, то есть животные, природа, там, люди или еще что-то. Как, я понимаю, вы планируете только сейчас разбить на кластеры? Сейчас вы при тренировке не отслеживаете, полно ли они представлены, да, или нет? Ну, пока не отслеживали. Вот у нас сейчас есть такой постфактум анализ, как у нас были в датасете представлены разные концепты. То есть, например, что там природы было необычно много, там, скорее всего, из-за ADB классификатора. Окей, да. И ты говорил про то, что средний промт, там, у вас три слова? Нет, 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 это в старом датасете, это там давным-давно было. Это уже не та история, окей. Ну, вопрос, значит, так, что не пробовали ли вы расширять, наоборот, описание к картинкам через либо какие-то экспертные сети, либо через толоку в том числе? То есть, например, ты рассказывал, что есть картинки с белым фоном, и они не очень, а там добавлять к описанию, что, типа, кружка на белом фоне. То есть, наоборот, расширять описание и это использовать в обучении. Ну, да, думали о таком. То есть, во-первых, это использовать, ну, сетки для имидж-кэпшенинга, типа, там, Bleep. Вот, и можно, например, конкатинировать синтетическое описание с органическим. Ну, или, например, когда мы фонтюнимся на датасеты, если, там, допустим, фотореалистичные какие-то картинки дописывать, там, фотореалистичные или что-нибудь в таком духе. Да, два вопроса из онлайна, два вопроса зала, и тогда остальные вопросы вы сможете задать Валентину, на остальные он в чате ответит, а для оффлайна после дискуссии. Ты говорил, что датасет плохой с текстом, потому что краул так работает, что плохие описания может вытаскивать. Пробовали ли прогнать через клип, например, и откидывать картинки, которые, ну, совсем по описанию сильно разнятся с тем, что вытащен был? Вот, или убирать картинки с негативными тегами, blured, deformed, ugly. Да, ну, клипом мы фильтруем, я, наверное, не сказал. Ну, да, это вот последний этап, когда мы уже фильтранули тексты, картинки и совместно фильтруем. Да, там ансамбль из клипов разных, внутренней модели. Ну, и вот, например, можно как фичу использовать, там, вот эта переформулировка LM, выкинула текст или оставила. Вот, ну, так что, так, клипом мы фильтруем, ну, и тут надеемся, что языковая модель достаточно мощная. Ну, вот наш энкодер текстовый, и он, если какие-то там несовершенства в тексте, он как бы, ну, их проигнорирует. Вот. По тегам плохая, ну, то есть ugly, что там еще, blured, вот, выкидывать всякие картинки из обучения, у которых в тексте какой-то намек на то, что картинка уже не очень. Нет, такого не пробовали. Окей. Еще один вопрос. Что такое красивая картинка? Есть ли критерий красивости? Это, ну, вот, да, суперсложный вопрос. Ну, для нас красивость, просто чтобы это, ну, мерить и вот фильтровать, это мы берем открытые датасеты, где есть куча, ну, людьми размеченных картинок на красивость, вот, которые там, авторы клянутся, что они там суперхорошо датасет собрали, и мы используем вот эти датасеты, ну, как меру вот эстетичности. Ну, просто датасет, скажем, там, 20 тысяч картинок, и у каждой есть minopinion score, насколько она красивая. Ну, вот мы пока что на него полагаемся. Хорошо. И два вопроса из зала. Один вопрос. Я вижу, что еще... Привет. Ты сказал о проблемах с деталями. В Table Diffusion XL репорте они сказали, что учили отдельный рефайн. Вы не пробовали пока? Вот именно рефайнмент не пробовали, но когда обучаем вот суперрез в 1024-1024, например, с батчем 1, но уже на фулл-сайз картинках, это в некотором роде такой рефайнмент получается. Ну, то есть оно, когда суперрезет, еще там как-то детали дорисовывает. Ну, вот отдельный такой рефайнмент блок как бы не делали, как вот они пишут. Хорошо. Последний, да, вопрос от меня. Да, Валентин, спасибо за доклад. Мне тоже особенно понравилась часть про данные, и особенно про фильтр имидж комплексити. То есть вы собирали, я правильно понимаю, что вы просто брали набор картинок и там размечали одни комплексные, вторые некомплексные, простые. Ну, а дальше как-то учили классификатор. И как этот классификатор помогает? Или помогает ли вообще? Тут мы использовали свой, использовали датасет тоже академический, просто вот с разметкой на имидж комплексити. Он недавно появился достаточно. Ну, такая проблема как бы появилась в академических кругах. Вот, и на их данных выучили свой классификатор. И при обучении мы кондишеним модель не только на текст, но и на вот этот скор имидж комплексити. Ну, то есть, что при уже при сэмплинге мы можем, подавая разные значения как бы классификатора, генерировать с желаемой комплексностью картинки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok